всем 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 привет дорогие друзья мы находимся с вами в магазине winners или по-нашему теги max это магазин который я вам часто снимаю последний раз мы здесь ходили и рассматривали всякие хозяйственные вещи а сейчас я зашла в один из наших в один из наших виновцев и здесь очень часто появляются какие-то дизайнерские аксессуары вот сумки обувь одежда вот видите сейчас я прям стою напротив туфлей по фамилии versace за 600 долларов восьмого размера вот так вот пластиковые медузы горгоны как правило в сентябре здесь есть большой завоз это что-то за 500 долларов сумочка лонгчам вы знаете очень не характерный дизайн лонгчам обычно вот такие матерчатые матерчатые мешки складывающиеся а это видите вот совсем какая-то другая так эта папочка 6 за 70 долларов 70 долларов это вряд ли что-то дизайнерская но ее так красиво поставили к дизайнерским вещам просто обычный такой знаете как клатч а маккейдж компания маккейдж делает пуховики очень дорогие почему их сюда определили как люкс но здесь много здесь фурла есть вот есть вот этот коуч бренд наш канадский ой американский ссори 200 долларов стоит эта сумка это действительно очень дешево для сумки коуч потому что это довольно известный такой популярный бренд вот из люкса вот здесь есть сумка клое за 1300 вот вы знаете все эти сумки клое она такая небольшая компактная сумочка на широком длине ну вот это единственная пожалуй на самом деле люксовая фурла у нас появилась у нас недавно я высказывалась на тему о том что фурлу мне фурлами не нравится за 400 опять же в других местах она стоит подороже фурлу я не очень люблю не знаю как там не она не очень вот очень красивая зеленая сумка пойму что это за бренд что-то итальянская валентина но это не тот валентина который валентина а это 500 долларов она стоит я боюсь эту трогать сильно эту сигнализацию значит начнут пиликать очень красивая сумка кожаная ведь от с такими вот какими-то вот вышивками симпатичные и вот это уже бренда вот такие вот стеганые сумки черные их много какой-то валентина это не тот валентина эти по 350 я прошу прощения вам наверно плохо видно но вот сумка вот такая вот обычная базовая бутега венита за 1300 вот что еще у нас тут интересно могут кучку фурла еще куч бортовый это уже настоящий валентина это тот самый валентина который стоит много денег и который дизайнерские и да эта сумка стоит 3000 долларов малюсенькая сумочка вся такая из дерюшки и со значком большим валентина кожаные ручки это наверно он же уже как они кто-то так сложили неудобно что ничего нет это не валентина потому что на стоит 200 долларов это может быть валентина но они как-то их прилепили одну другой а это коуч ну в общем когда-то у нас было очень много люкса прям настоящего люкса а сейчас у нас форма идет за люкс коуча фурла вот еще ну в общем обычно еще бывало у них обувь и одежда давайте посмотрим надеюсь что если есть что-то интересное сейчас поищем так из одежды курточка стелла маккартни стелла маккартни абсолютно обычная джинсовая куртка ничего в ней такого нету и стела хотела за нее 945 долларов боже мой страшно даже подумать они хотят за нее 400 вот совершенно обыкновенная коротенькая небольшого размера джинсовая курточка но стела стела представляете она стоила 945 долларов знаете одежды много но реально по люксу как-то не особенно вот то что раньше было люксом вернее то что раньше люксом не считалось сейчас как бы они все записали в люкс какие-то вот такие бренды за 600 долларов а может я просто не знаю что это люкс сделано в мексике какая-то компания сэнд джон вот такое вот вязаное платье все 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 в люрексе ой какой здесь беспорядок чтобы что-то здесь найти и понять я не знаю здесь тетеньки копаются все что-то ищет а я что-то брожу в каких-то непонятках и вообще не понимаю что здесь к чему бархата какие-то за 150 ну вы знаете повторюсь когда-то здесь продавалась и прада и гуччи а сейчас что-то что трудно вообще понять что это такое вы знаете наверное возьму в примерочную потому что здесь что-то снять это так трудно во первых полно людей во вторых так все висит в беспорядке в каком-то очень трудно ничего не понятно и к тому же вот смотрите вот пальто например кучка учат средний сегмент данного сейчас он сейчас у нас за люкс сойдет вот представьте что она стоила 1100 долларов почти что нет 800 а сейчас скажу значит она стоила 1000 1090 потом его оценили до 895 вот кстати сделано в китае а здесь она продается за 500 ну то есть в общем кстати пальто неплохое видите вот такой вот с кожаными вставками с кожаными карманами металлическая такие застежки ну ничего особенного совсем не люкс и вот это что-то это итальянский пальто шерстяные они в прошлом году тоже были у нас за 500 долларов продает из итальянской шерсти что-то итальянская тоже как-то бренд а он вообще не не люксовый потому что он 40 долларов стоит это вообще дешево ну посмотрите такая вот накидка прикольная мне нравится она какие-то вот такие платья интересные давайте-ка мы посмотрим а это макс мара выкинт наконец-то я увидела что что мне знакомо а то какие-то все бренды непонятно значит просто такой вельветовая платье сарафанчик такой вельветовый и захотят они за него хотят они за него сейчас вам скажу 500 баксов вот так а вот это платье шерстяное это просто макс мара это не макс мара выкинт и она стоит тысячу маслить это вот такой вот вязаную вязаную шерстяное платьице наверное шерсти может кашемер какой то есть вот вот такой вот он сарафанчик такой платье 1000 макс мара выкинт 500 с тех пор как я снимала здесь в прошлом году цены выросли по-моему в два раза с тех пор как был завоз этого люкса с прошлого года по моему реально в два раза так какой-то светорочек пушистенький припушистенький альберто феррете о чем эта красота по 500 ну вот такой вот свитер я прям даже не знаю честно говоря когда-то здесь можно было купить хорошие вещи бюджетно сейчас уже ничего нигде не бюджетно какие-то куртки какой-то плащ кожаный под названием бордо написано бордо вот так вот а на самом деле это читается наверно как бордо это тоже люкс я никогда не слышала 120 30 долларов нет это обычная компания так что здесь у нас еще есть интересно может я что-то пропускаю вот джак макс мара уикенд зимний с заши баксов с красной подкладкой зимний такой жакет очень похож на мужской я не могу снять издали девочки это буду сбоку снимать потому что я не могу отойти у меня сзади вешалка и будет невозможно увидеть это так какой-то компания сенджон я небольшой специалист люкса но судя по тому что он стоил в магазине 2560 долларов этот жакет это что-то очень люксовая а здесь стоит 500 скажите мне что это за бренд какие красивые пуговицы что это за бренд я никогда про него не слышал тоже сейчас сниму сбоку вот смотрите это вот такой вот жакетик буклирован еще один тот же сенджон сенджон вернее девочки специалистки в люксе напишите мне что это за компанию чума я про нее не знаю я думаю что это какой-то middle сегмент просто у нас его выдают за люкс ничего особенного так вот макс мара мосмара в прошлом году они тоже были вот такого типа жакеты и он сейчас стоит 600 долларов макс мара студию я не знаю это написано италья итальяну итальяну веро туду светлая память недавно почившим недавно почившим короче такой вот он просто кубежу розоватый в общем здесь много всего сандро кожаная куртка размера экстра смол я думаю что это кожа за 400 может даже не кожа сандро такая потертая немножко в общем вот такие вот у нас здесь красоты и сейчас что-нибудь наверное возьму примерять из люксов я просто вешаю все на место потому что я здесь устроила беспорядок беспорядок это тоже наверно макс мара общем девочки еще тут это же еще не начал ничего мерить уже устала какую пальто вместе так все висит неудобно как они все это вешают love maskino вот с таким вот рукавом синие сейчас меня будут ругать что я так снимаю что ничего не видно и непонятно правда что я мне очень трудно вот этот вот такой беспорядок так все в кучу в кучу навалили так это не люкс 80 долларов здесь очень все 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 до кучи все вместе люксы не люксы платье очень я пытаюсь понять тоже это тоже макс мара выкинт за 250 и вот эта кожа на которой я пыталась а вот она кожа на я пыталась вытащить кожаный сарафан это кто у нас вот такое вот название вот такое название тихо узнать я же не знаю тоже за 159 она недорого интересно натуральная кожа или нет симпатичный кстати симпатичный так давайте-ка я чем-то найду по примерять и мы с вами пойдем пример что там уже разберемся что к чему девушки я в примерочный я взяла кое-что из люкса ну почти вот это не совсем люкс мне просто понравилось очень интересно вот это кожа на платье сарафан вы видели я снимала в магазине там что-то просто столько всего непонятные эти вещи висят одна на другой в общем я что-то я после работы у меня не было терпения в них ковыряться и все вам снимать я просто принесла некоторые лучших представителей так скажем это его этого это ярмарки тщеславия этой макс мары и прочих значит брендов примерочную и сейчас мы с вами будем примерять я сначала покажу вам что на мне вы помните это платье у меня было из из коз странный леопард странной расцветки я купила тогда очень им довольна она мне очень нравится я вообще хочу снять видео про то как я его хочу стилизовать потому что это платье на все случаи жизни для любой фигуры нету женщин и женщины которые это платье не подойдет мне кажется вот я его нашу с поясом можно носить без пояса она просто шикарно великолепно и в нем есть чудеснейший карман и у нас похолодало и я надела такой кардиган который я купила в h&m долларов за 8 да вот такой очень бюджетный но он классный он такого цвета хорошего 3 он очень длинный и он перекрывает все мои длинные платья во вторых он он дом теплый и в третьих он на такого цвета что он абсолютно ко всему подходит я вам хочу сказать что я уже ношу какое-то время и он не скатался ничего хотя он принципе чистоси чистая синтетика но вот люблю его кать качество неплохое цвет прекрасный в общем подходит ко всему очень люблю этот кардиган мягенький всегда беру в поездки с собой в общем вот так но давайте примерять так первое у нас платье макс мара уикинг я в нем женщина с грудью женщина с декольте стоит она фиговую не хочу говорить другого слова кучу денег раз возьмем размер 8 маловато мне мне вообще нужен 10 но здесь всех вещей по одной поэтому я не до выбора а берешь то что есть ничего особенного обычное платье я надеюсь что она сшита из какого-нибудь шелка иначе просто вообще не понимаю за что такие деньги ну как всегда за лейбл конечно люкс берет за лейбл ничего абсолютно особенного в нем нету вот так вот так выверну что вам лучше было видно платье как платье ничего особенного смотрю состав на свете на люксовых вещах висит вот такая вот вот такая вот фиговина значит в чем ее смысл ее можно отлепить самому дома они не не отлепляют ее на кассе сейчас перед вернул телефон покажу они не отлепляют и на кассе вот такая свистулька такая красного цвета пластиковая они хотят предотвратить чтобы люди покупали вещь носили и сдавали то есть вот вот эта штуковина если вы принесете возвращать такую дорогую вещь без нее они у вас и не возьмут принципе если вы ее сняли значит вы надевали платье и все вы его не можете вернуть а если вот она вот с этой вот штука потому что конечно нормальный человек вот так вот носить не будет потому что у нас очень было ну и сейчас нам принято вот купить вещь один раз надеть этикетку заправить куда-нибудь вот здесь вот этикетки все ее можно вполне заправить подмышку надеть куда-нибудь сходить потом приходить прийти и вернуть чтобы получить деньги назад ну как бы такой одолжить короче чтобы этого не было они видите все люксовые это тоже наверное здесь тоже такое есть в общем может и не все но очень многие люксовые вещи они снабжают вот такой вот красной прищепкой которую вы в которую вы можете сами снять дома покупаете несете вот с этим вот там что вам сказать платье стопроцентная вискоза я думала хотя бы путь шок за эти деньги 600 долларов канадский так значит это максмару выкинд или выкинг максмару это размер 8 американский поэтому она мне маловато и вот стопроцентно вискоза а подкладка стопроцентный полиэстер полиэстер вот здесь подкладочка небольшая только до сих пор вот до сих пор подкладка сшита знаете я не любитель рассматривать швы и ковыряться в нитках торчат не торчат когда это zara и чем я понимаю что за эти деньги нечего ждать вот такого какого-то невероятного качества но за 600 долларов 600 долларов это в стоке а так то она стоила здесь написано ничего цены нету выкинг максмару ну слушайте да ну вискоза ну не знаю я конечно кто его наверно кто-то скупит но расцветка неплохая фасон ничего маловато мне только так это платье максмара не выкинг максмара стоит она подороже сейчас посмотрим а то 600 а это сколько стоило минуточку это стоило тоже 600 это тоже 600 так это максмара выкинг а это максмара по моему просто это же максмара дороже чем максмара выкинг ну знаете неплохой платье красивый такой цвет пудровый все такое в плесировках и пояс здесь есть пояс вот с такой вот металлической пряжкой которую невозможно она он они его прицепили чтобы он его не украли не потерялся он этот пояс они вот так прицепили что его невозможно снять и перевернуть так чтобы пряжка получилось спеть я вам могла показать но вот пряжка просто металлическая вот такая вот пряжка тоже восьмой размер она мне тоже маловато было бы 10 было бы лучше я с трудом его застегнул на себе вот ой надо у меня на наушники надеть чтобы не было всяких этих звуков посторонних скакать я в нем толстую как это бабища в нем я ну ладно это мои проблемы на платье само по себе она очень интересно сделано там какие-то подкладки прокладки какие-то сеточки пришиты я вам сейчас все это покажу но сказать что это что-то такое прямо ах ах ох ну да симпатичное платье на 600 долларов так это здесь а в макс марио ну наверно вообще стоило тысячу наверно от лист по крайней мере не знаю я девочки очень редко у меня бывает что я вот примеряю кота люкс я прямо вот хочу прям не могу если чуть-чуть было дешевле я бы купила тем честно скажу чтобы она стоила не не 600 например там 200 я вот тоже честно говоря платье как платье обычное платье ничего такое симпатичное но ничего особенно это не макс мара выкинт это просто макс макс мара studio я не знаю макс мара studio макс мара это то же самое ли это тоже какая-то их линейка значит ткань вот такая вот немножко с люрексом стопроцентный стопроцентный полиэстер полиэстер девочки значит подкладка 85 процентов ацетат 10 шелк и 0 5 5 процентов полиамид полиэстер 600 долларов стоит 599 а вот здесь написано их название видите физчо это видимо фуксия видимо цвет размер медиум по нашим по американским это тоже 8 и он тоже мне мало вот немножко хотя и в принципе нормально вот этот вот пояс этим просто вот такой вот металлический на конце вот такой ремешок вот здесь вот эта прищепка под мышкой приделана и здесь как-то интересно сделано видите у него есть подкладка в платье а на рукавах подкладка вот с такой вот вот такой вот сеточки видите как решита чтобы видимо прозрачные здесь плечики просвечивались не закрывать их подкладкой я вам скажу платье ничего симпатичная но ну макс мара то ну синтетика полиэстер 600 долларов девочки ну как это то ну почему я не понимаю что происходит объясните мне те кто те кто говорят лучше купить одно но хорошее дорогое вот оно одно хорошее дорогое 600 долларов полиэстер замок пришит фигула как-то ну что какой-то второй сорт смотрите что это такое здесь дырки какие-то дырки какие-то фигня опять же повторюсь я никогда не рассматриваю ничего под микроскопом но за такие деньги и такой бренд а я я и вы понимаете хочется уже шкафы чтобы это чтобы это стоило того так это не люкс но эта вещь которая мне нравится единственная за исключением того что она мне великовата это такой кожаный сарафанчик из натуральной кожи кстати стоит 160 долларов всего лишь но я хочу сказать что для натуральной кожи это действительно не очень дорого действительно очень классный прикольный красный даже не красный такого брусничного цвета очень красивого цвета сарафан я сразу поняла что натуральная кожа еще когда я наешалки его увидела это как-то сразу чувствуется на ощупь и запаху немножко пахнет кожей подкладка есть подкладка плестровая а сам сарафанчик вот такой вот симпатичный во-первых он мне по размеру даже чуть-чуть великовато тут я бы сказала как-то но ширину вот так нормально очень симпатичный хорошая такая длина хорошая ширина хорош цвет из кожи не кожзам а настоящая кожа натуральная такой вот сарафанчик какого-то бренда я вам потом покажу но это не люкс так с этим сарафаном я примеряю жакет он стоит 500 баксов у нас все стоит 500 500 600 у нас такая такс у нас дешевле ничего не бывает это какой-то как эта компания джон просветите меня уже вас там в магазине спрашивала сейчас спрашиваю еще раз он довольно неплохой значит вот такая вот буклированная ткань очень интересные пуговицы интересный какой фасон рукава видите с такой пуговицы тоже такая манжета красивый в принципе по размеру мне даже нормально он вот так вот здесь застегивается фасончик такой знаете под 60-е годы здесь застегивается и вот так вот он лежит очень симпатичный правда вот это мне нравится эти платья всем что честно не то что четко а вот это прям хорошая вещь которая вот прямо видно что это дорогой хороший жакет здесь тоже вот это вот прищепка поэтому как-то комячится а так в принципе очень ничего интересные пуговицы какие смотрите прикольные ну и такой знаете взялочный такой элегантный дорогой так соседний примерочный кто-то зашел орать как всегда мне на духом вот мне мешать честок покажу пуговицы показываю пуговицы смотрите какие классные реально прикольные интересные пуговицы и вот тут значит так состав у него это шестой размер сижу пережидаю орущую тетку за дверями она прям стала вот здесь вот вот здесь возле моих дверей из большое зеркало и стоит подле зеркала разговаривать по телефону таким криком кричит на каком-то языке польский или сербский какой-то похоже на наш кто понимает расскажите мне потом о чем она вещает вот разве можно так выйти в коридор встать возле зеркала и орать на весь на всю примерочную в телефон почему нужно так делать я не понимаю как дома ушла продолжает значит это шестой размер он стоил в магазине две тысячи пятьсот шестьдесят долларов канадских две тысячи пятьсот шестьдесят же вы понимали это не не гучи не не знаю не правда не не шанель ничего такого то есть вы понимаете сколько у нас стоит люкс какой-то который не знаю кто знает про эту компанию но я понимаю что это какая-то компания сделана в мексике между прочим даже не италия ничего состав так у него хлопок вот этот верх жакета так 82 процента хлопок 15 полиэстер три полиамид подкладка 57 вискоза 43 полиэстер это даже же неважно ну серьезно вот скажите мне здесь он стоит 500 скажите мне что это такое почему он две с половиной тысячи две с половиной две шестьсот почти стоит долларов в нашем магазине что это за бренд кто это такое почему так надо столько денег за этого не понимаю я не понимаю этих цен не понимаю так гвоздь нашей программы пальто максмара видимо это шерсть видимо даже кошельник судя по цене хорошая пальто ничего не могу сказать двусторонний я думаю вот такой стороной вы можно носить из другой я сейчас выверну посмотрю и вот внизу она вот такой вот молочную красивое пальто очень приятная на ощупь без подкладки просто тончайшие пальто я потом посмотрю скажу состав но пальто обыкновенная ну как бы как максмара они так и шьют это их фасоны это их так сказать узнаваемый дизайн обычные классические пальто за шаленой груши я ошиблась пальто не двусторонние потому что видите внутри вот карман пришит и или что или может быть карман нужно тоже вывернуть я не знаю потому что видите швы внутри сделаны вот так очень даже аккуратненько как будто это может быть наружный шоу да она этикетка же здесь какой вы же не будете этикеткой носить наверх нет она не двусторонние они она просто вот такого цвета и вниз внутри она сделана такого молочного и получается что лацками вот выворачивается и пояс тоже двусторонний видимо можно вывернуть вот так манжет вот этими вот красивыми частями значит действительно пальто 50 процентов кашемир 50 процентов шерсть хороший состав очень приятная на ощупь цена так вся если вы стоите 1799 800 ой 1800 фактически долларов и стоило здесь видите она написано что она стоила 3060 в магазине максмара я думаю что она стоила больше потому что у нас обычно вот здесь вот пишут цену заниженную не знаю почему так всегда происходит они всегда пишут цену ниже чем то что она стоила на самом деле в магазине я думаю магазине стоило на 1004 вот здесь есть этикетка максмаровская но здесь нету их максмаровской цены видите только написано модель размер 19 года по-видимому а ну да может и такое старое то есть ему четыре года уже а может это не год я не знаю я люблю рассматривать вот эти этикетки мне всегда интересно год кстати может стоять где-то на на вот эти кусочек ткани год может стоять где-то вот здесь вот на на этой этикетке но мне лень ковыряться это не суть важно на самом деле но цена конечно вот чтобы вы понимали сколько у нас стоит люкс вот так у нас стоит в отлете 1800 долларов пальто 3060 я думаю что стоило все все четыре если не четыре с половиной и это пальто без подкладки это из дешевых так сказать максмаровских пальто она конечно шерсть кашемиром но это не из самых дорогих потому что у него нет подкладки она такой легкая такой летняя поправьте меня может быть я не права может быть она стоит столько же максмаре сколько под пальто с подкладкой но вот по факту то есть у у нас чтобы носить люкс надо реально деньги печатать в подвале на печатной машинке или воровать нормальный человек работающий не может за 4000 например четыре с половиной тысячи а четыре с половиной тысячи она на этикетке вы несете его в кассу и вы добавляете еще 13 процентов налог у нас на все что вы покупаете на любой вещь нужно добавить еще на кассе вам добавляют 13 процентов суммы 4000 вы понимаете какая это получится еще добавочка не слабая то есть вы во все в пять вы наверное уложитесь если она четыре с половиной стоит то это реально 5 поэтому в канаде никто не носит люкс вернее носят только те кто деньги воруют а кто зарабатывать не носят ну и кожное платье единственно более менее адекватная по цене вещь стоит 160 долларов бренд вот такой щас 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 вот так он называется бот энд крестьянсо с бот энд крестьянсо с бот энд крестьянсо а здесь написано я натуральной кожи нашим короче вот такой вот платье сколько интересно она стоила у них нет размер large ruby red нету цены где она интересно произведено просто интересно сейчас про сделано но в индии это очень странно обычно кожные вещи в индии не делают там хлопок всякий там что такое да а вот кожа в индии странно но тем не менее сшита прекрасно прекрасный цвет хороший фасон 160 долларов цена 600 600 непонятно за что 600 непонятно за что за полиэстер нет пардон это вискоза полиэстер вот этот это вискоза сори извиняюсь девочки дорогие прежде чем я закончу хочу высказаться вам выступит с призывом пожалуйста проверьте подписки если я у вас в ленте давно не появлялась и вдруг вы меня увидели и стали смотреть мои видео пожалуйста проверьте подписаны ли вы на меня потому что youtube сходит с ума отписывает подписчиков подписывает отписывает мне никого не подписать только отписывать никого никого не понять не подписывает к сожалению а только отписывает прямо десят десятками просто десятки вот так что вот такая просьба у меня к вам а на сегодня все мы закончили с вами примерки вот такие вот у нас сегодня были примерки я надеюсь что вам понравилось я надеюсь что вам было интересно с вами была дита всем пока всех целую всем привет из канады пока бай я надеюсь что вам понравилось это видео